МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часто меняют эти правила. В прошлом году говорилось о том, что меняются. В этом году опять об изменениях мы говорим. Это так только кажется? Это вам только кажется, потому что последний раз это менялись в 2011 году. И мы начинали этот процесс уже три года назад. И все время об этом говорили, чтобы люди привыкли, поняли, что будет. Так и возможно, что все думают, что каждый год мы что-то меняем. Нет, меняем только раз за 10 лет, может быть. Но часто мы достаточно обсуждали и тему такую, что люди жалуются, что с первого раза действительно очень сложно сдать экзамен, особенно его практическую часть. Вот на ваш взгляд, что показывает опыт инструкторов? В чем загвоздка была? Люди плохо готовились к сдаче экзамена, мало брали уроков? Или все-таки это какая-то системная ошибка? Если мы принимаем за год где-то 36 тысяч экзаменов и с первого раза сдает экзамен 50%, у меня тогда вопрос, а что проблема у других 50%, кто не сдает с первого раза? Так что я думаю, что он какой-то тяжелый этот экзамен. И самое главное, что сам человек, кто ходит на экзамен или учится в школе, он делал бы это так, чтобы пришел на экзамен и сдал его с первого раза, хотя второго раза. Но если человек ходит уже на экзамен 4, 6, 10 раз, вот это уже ненормально. И такое бывает, что и 10 раз ходят. И в этом году уже те люди, кто начинали свой экзаменационный процесс в прошлом году, ходили уже нам на экзамен свой 4, 6, 10, уже более чем 300 человек. Так что каждый год где-то 1300 человек ходят уже 4, 6, 10, 15 экзамены. Мы говорим в первую очередь о практической части экзамена, потому что если посмотреть на цифры по теории, там процент сдающих с первого раза намного выше, это уже 76%. И согласно одному из нововведений, если человек трижды провалил экзамен по вождению, то он должен будет вернуться в автошколу и определенное количество уроков снова взять, прежде чем вернуться на четвертую попытку. О каком количестве дополнительных уроков в занятии идет речь? Ну, если с третьего раза не сдал, как вы сказали, тогда минимум это 2 часа. Он ходит на уроки автошколу, но я сказал, это минимум. Если надо, всегда можно делать больше. И самое главное, что там не надо только ходить на уроки или ездить или что-то. У этого урока должен быть смысл. И что может человек делать? Возьмет свои рапорты экзамены, что мы через каждый экзамен ему почтовый язык посылаем, возьмет эти рапорты, пойдет в автошколу, учитель смотрит, что с вами проблема, что надо учить, делает ему программу. И когда эту программу сделал, 2 часа или 3 часа или 10, пришел экзамен и сдал. Столичный инструктор отмечает такую вещь. Вот вы сказали, что половина из сдающих экзамен сдают его с первого раза, остальные уже ходят у кого сколько раз получится. Но они говорят о том, что в Таллине, например, сдают не половина, сдают гораздо меньше людей, а вот этот процент вытягивают острова, где движение гораздо проще, и маленькие города. Это на самом деле так? Если мы посмотрим процент Таллина, тогда в Таллине в среднем каждый год где-то 30-34% сдают с первого раза. Если посмотрим и такие маленькие города, как вы сказали, там Йофинарва, там процент 23-25, Рапла где-то 40 и Пайда тоже там 36. А где самый высокий процент? Самый высокий есть и Саарема, Пылва, Волга, там, как вы сказали, там южность часто. Но если мы посмотрим на эту статистику, что если человек учился в Таллине или в большом городе и пошел делать экзамен в маленький город, они тоже там не сдают с первого раза. Так что, если ты умеешь, ты умеешь везде. Если не умеешь, тогда тебя и этот маленький город не спасет. Вступающие в силу изменения с первого февраля предполагают, что экзаменатор будет оценивать поездку в целом и выносить решения на основании навыков, а не общего числа ошибок. Как это будет происходить на практике? Ну, и сейчас мы посмотрим этот экзамен целым. Но сейчас в этом постановлении такие, как это, там ошибки численные. Если ты одну ошибку из них делаешь, тогда сразу не зачет. А с первого февраля что-то изменится? Какие-то ошибки станут допустимыми? Вот, как вы сказали, будет такой целый экзамен, что если кто-то экзамен делает, посмотрит такой общий вид, как он в движении справится с машиной, с другими водителями, знает правила и так далее, и так далее. И там, да, можно сказать так, что там можно у тебя быть несколько ошибок, и ты получаешь... Но не грубые ошибки, наверное. Да, 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 не грубые, потому что те самые, что и сейчас, самые грубые, красный свет на светофоре, не пропустить пешехода, или скорость повышаясь. Это тоже остается. Если ты это делаешь, тогда сразу экзамен не сдам. Ну, а, например, какие мелкие ошибки допустимы? Ну, если один раз поворотник не показал, то, когда экзаменатур оценивает, в каком ситуации это случилось, это у тебя только один раз или уже второй раз, когда люди что-то неправильно делают. Обычно экзаменатур делают то же самый круг или такой похожий, потому что они хотят увидеть, что это был одноразный, один раз у тебя проблема, или ты вообще это не знаешь. Если это был один раз, тогда это, окей, нормальный, нет проблем. Ну, а раньше, скажем, если ты не показывал поворотник, это уже считалось грубой ошибкой. Нет, не всегда. Потому что, как сказать, у экзаменатора остается немножко больше возможностей смотреть... На общие навыки. На общие навыки, не смотреть только, какие ошибки ты делаешь, или паркуешь хорошо, или нет. Ну, а в целом, какие самые распространенные ошибки, что делают во время экзамена по вождению? Ну, как я уже сказал, что этот желтый и красный свет... Это самый распространенный? Да, самый распространенный. Хотя, казалось бы, наоборот, человек, который неуверенно себя чувствует за рулем, должен перестраховываться и уже перед зеленым останавливаться. Да, но если вы смотрите, что творится на улицах, откуда они пример приводят? Тоже обычно каждый день, когда они сами едут на машине. Трое уже сказали, что... Нет, если человек пойдет через дорогу, они не пропустят. И у некоторых удалось и фотографироваться во время экзамена, большая скорость. Селфи делали? Да, нет. Они ехали в камеру. А, в этом смысле фотографироваться. Да, фотографироваться. Так что и такое и бывает. Тогда куда? Штраф приходит в департамент шоссейных дорог, а вы находите человека, который в этот момент сидел за рулем? Да, мы отправляем этот штраф ему. Интересный пример. У нас в гостях был руководитель экзаменационного отдела департамента шоссейных дорог Тарма Ванам Иза. Спасибо. Спасибо.